Это был второй ребенок, старший, у меня просто хотел братика, и мы поехали с такой радостью, поехали в родильный дом, взяли такси, приехали и встретили их с мамой. Он был очень чувствительный, были записи всяких сказок на пластинках, он любил сказки про трех поросят, ему было два годика, но он так переживал, так чувствовал, то есть видно было, что ребенок очень чувствительный. Я его поставил где-то годика в три на коньки, и оказалось, что он сразу как в них родился, он побежал, но видно было талант сразу, во дворе эта коробка была, и они там постоянно играли, и в шесть лет я его отдал в хоккей. Он очень терпеливый мальчик был, его в детстве очень много били специально, ну, завидовали кто-то чему-то, пытались, кто-то постарше бывал, и со старшим играл, специально ткнуть, толкнуть спину, все, он очень долго мог терпеть, но если он взрывался, то это было тяжело для того, кто на него нападал. Девочки-то к нему, как говорится, липли, вот, и хотели бы с ним дружить, конечно, но он был настолько в хоккее, что он где-то, ну, лет, наверное, 17 вообще не обращал на них внимания. Я думаю, что он всего скорее посвятил бы будущим себя семье. Я помню, он маленький, Сашулька была, когда старшая, она годик была, он ее держал на руках, на ручках, и прямо целовал, целовал, и так, и всяк, и все, прямо, ну, вот видно было, любовь была, они ползали по нему, когда он приезжал, они так визжали от радости. Это все, что останется после меня. Однажды мы сидели втроем, Сергей, я и он, у меня дома, и разошла речь о детях, мы просто говорили о том, что дети беспризорные, спортивные в сооружении мало, кружков всяких мало, и возникла идея, что построить что-нибудь для детей, а что мы можем построить, если Ваня хоккеист, старший тоже хоккеист, мы решили, давайте корт, построим хоккейную школу. Он сам прошел весь этот путь, вот, это сейчас на машинах возит, а мы это ведь на автобусе, холод, мороз, дождь, ездили, он все прошел, он понимал, что дети хотят заниматься, но негде, я думаю, что он рад был бы этому проекту, тем более, что он поддержал, деньги-то его были, и сейчас вот проект уже готов. Они с братом очень любили друг друга, когда Ваня погиб, у меня тоже старший был вообще в шоке, и три месяца вообще мы там вообще ничего не понимали, было измененное какое-то состояние сознания, и поэтому мы ничего не помним вот в это время. Ты не плачь, если можешь, прости, жизнь не сахар, а смерть на мне чай, мне свою дорогу нести, до свидания, друг, и прощай. Ну, мы узнали после его гибели, из массовой информации о том, что он помогал больным детям, детям больным онкологией, насколько мы, я, располагаю информацией, из восьми детей, которым он перечислил, деньги шесть выжили. И вот девочка, которую последний перечислил, Ибрагимова Диана из Воронежа, вот, мы до сих пор с ними перезваниваемся, дружим, вот, мы стали родными, как бы. Важна цель, но еще важнее дорога к ней. И жизнь, в принципе, она и состоит из того, что ты идешь к какой-то цели и достигаешь ее. Неважно, достигнешь ты ее, не достигнешь, но до какого-то уровня ты дойдешь. Если ты доходишь какой-то, до какого-то уровня, это уже счастье будет. А мы, взрослые, должны помочь детям найти себя и потом реализовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова